Славить. Славимо. Окей. И что такое Слава сделал? Слава ничего. Вы знаете, что такое слово Славить? Ну, догадываюсь. Так от чего уж передуриваетесь тогда? Я переспрашиваю. А за что? А за что такая Слава Украине? Слава Украине. Гороям слава. Слава нации. Смерть уран. Украина. Панатуса. Капец. А, слушай, вот вы там кричите Слава Украине. При этом у вас декоммунизация. А зачем вы тогда от коммунистов переняли лозунг? Вот во время СССР? Во время СССР. От коммунистов? Конечно. Посмотри. У меня все говорят, что от фашистов. Да ладно. Смотри, какая штука. Вот ты можешь ради прикола даже в интернет залезть, так скажем. Серьезно. Вот вы единственный человек, кто так сказал. Я не имею в душу, я с вами там не согласен. Я не знаю, честно. Но вы единственный, кто так сказал. Все говорят от фашистов, бандеров, кого там только не привязывают. Ну, подожди. Дай это я скажу. Вот в мое время везде на каждой крыше было написано Слава КПСС. Угу. Ну, а у вас теперь Слава Украине. Вы про это имеете ввиду? Ну, да. Я просто... Я просто... Слава Германии. Знаешь, это... Ну, может быть, и даже ты так. Слава там Гондурасу. Ну, подумаешь. Ну, да. Так это ж везде так вытошнит. Ну, вот. Это СССР взяли. А теперь второй вопрос. А каким героям? Да, всем героям. Всем? Да. Ну, у нас, я так понимаю, разные герои. Вот вы знаете... Понятно, что это дело. А вы знаете, кто такой был Моресев? Кто? Моресев знаешь, что такой? Не знаю. Не знаю, да? А скажи, в каком городе находится Брестская крепость? Брестская? Да. Не догадываюсь. Понятно. Вот, видишь. Зато вы слава Украине. Хорошо. А скажи, в каком городе была блокада Ленинграда? В Ленинграде? Ну, хоть тут-то понял. Ну, вот, видишь. А знаешь, что такое Держинский? Держинский? Да. Ну, не знаю. Похоже на Днепродержинский, вот, например. Похоже на Днепродержинский район. Ну, да. А кто такой Геббельс? А кто такой Геббельс, помнишь? Нет. Что-то знакомое, но я не вспомню, что это. Вот, видишь. В том-то и прикол, что, понимаешь, подменили везде понятия. Подменили везде героев. Ну, такая подмена понятий. Вот кто у вас герой для вас? У меня? У меня Моресик герой для меня. Кожедуб украинский герой. Огромный герой. А ты знаешь, что такое Кожедуб? Слава герою. Не в плане славы каким-то там историчным личностям. Если это ваш отец, значит, слава героя. Если для вас отец герой, то значит, ему слава. Ну, может быть и так, конечно, можно сказать. Ну, просто герои, понимаешь? Есть герои, которые воевали, действительно, за Украину. Особенно во время Второй мировой, так говорится, и Великой Отечественной. А есть, которые были на другой стороне. Герой-то ж не только военный. Герой не только военный. Абсолютно с тобой согласен. Абсолютно. В смысле, в том, что надо славить каких-то военных, там, кто защищал страну. Всех, для кого кто герой, того и славить. Понятно. Ну, вот смотри. А то не герои. У вас был, вот, ради прикола, возьми как-нибудь, вот поговоришь со мной, посмотри, кто такой Кожедуб. Тебе будет очень интересно. Хорошо. Это действительно великий, как говорится, человек. Человек, который был великим асом, который действительно сбил много-много самолетов. Который человек, который, блин, ну, извини, у вас памятники там стоят на Украине, надеюсь, еще ему. Да, все стоят. Ну, вот, видишь. А теперь у вас говорят, что Бандера у вас герой. Ну, вот. А хотя они, понимаешь, были по разную сторону окоп. Ну, вот и как? Как так? Взять и приравнять? Это же неправильно. Ну, у каждого свой герой. Для них вот почему-то он герой. Для них? Так это же твоя страна. Так бывает. Украина – это твоя страна? Да, это не для всей страны герой. Он не для всей страны герой. Ну, это сейчас. Очень мало людей, кто поддерживает Бандеру. А, очень мало людей, которые поддерживают Бандеру. Ну, надеюсь. Конечно. Ну, для тебя, надеюсь, Бандера не герой? Конечно. Чтобы не знать, кто это. А? Что? Я говорю, я надеюсь, для тебя Бандера не герой или герой? Нет. Абсолютно. Ну, слава богу. День Победы будешь праздновать? Ну, вот, видите. День Победы всегда празднуется. Ну, у вас в Украине там во многих местах очень много делается, чтобы не праздновать этот День Победы. Он всегда празднуется во всех городах. Только у нас не используется георгиевская ленточка. То есть, вот такое вот. А что плохого в георгиевской ленточке? Честно, я не знаю. Даже не разбирался в этом. Они себе решили что-то. Вот, видишь. О том-то и дело, что это кто-то. Представляешь? И самое интересное, вот как ты говоришь, они себе решили, они, это вот эта верхушка, да? Вдруг. Самое интересное, что это верхушка, что в 2013, что в 12, ну и так дальше. Да, если опускать, все выходили с этой георгиевской ленточкой, так же на парады, да? Нет, я не говорю. А теперь они... Сейчас тоже выходят. Сейчас выходят. Подожди. А теперь они... Просто официально это не используют. То есть, они не используют в каких-то плакатах. Если человек вышел с ней, то ему ничего не сделают. Это в каком городе так ничего не сделают? Ты в каком городе находишься? Я, например, в Одессе. Ну, ты же... Рядом с Одессой. Здесь ничего не происходит, если одели геройскую ленточку. Да ладно. Посмотри. Серьезно. Я очень часто видел на День Победы, как старики, ну, пожилые одевали ее. Ну ладно. В 2020... Хотя много полиции по городу в это время. Ведь ты, ну, набери просто даже, вот 9 мая в Ютубе, это самое Одесса. И, как говорится, столкновение по поводу георгиевской ленточки. Ты увидишь, как срываются ветеранов георгиевские ленточки. Да, у кого слишком националистические какие-то мнения, да, то есть, это вот. У кого-то и бывает, но не у всех. Ну, я очень надеюсь, что не у всех. Я очень надеюсь, что большинство людей в Украине еще, как говорится, при памяти. Неудобно стало, чуваку? Неудобно. Понятно. Стрелись. Да, какой ты мне брат. Не брат ты мне, блядь, не нафиг. Балочка. Здорово. Здорово. Вот ты где-то ты находишься, в Украине, что ли? Угу. Везет тебе. Нет? Угу. А почему? У вас же там прикольно, говорят. Нет, не прикольно. Ну, типа, как кому, мне не нравится. А можно спросить, а что не нравится? Я в Лас-Вегасе, штат Невада. А ты в каком городе, Украина? А, Киев. Ну, это же столица. Это же город-герой или нет? Я знаю, но... Ну, как сказать? Ну, скажи, как есть. Ну, очень быстро надоедает все. Все? От чего же вы устали? Вам, наверное, лет 16. От чего же вы уже устали? Я не устала. Мне просто все надоедает. Вот эта дура. Она сейчас придет. А, не, ну, дура, что надоедает. Я тебя могу понять. Конечно, да. Ну, что? Видишь, что она мне говорит? Ну, не вижу, но слышу. Судра! Иди сюда! Осталось только посмотреть на нее. Да, давайте на... Ну, посылайте меня. Да ты что? Куда? Пришла. На демонстрацию? Вон она ходит. Дуреха. А сколько тебе лет? Вам? Сколько вам лет? Да много мне уже лет. Поэтому вот так вот. О! Ну, что? Симпатичные девчонки. Классные такие. Ира самая симпатичная тут вообще. Конечно. Я сейчас тоже снимаю. Куда вы? На дискотеку собираетесь? Или как? Да. Вот видите, везет вам там. Жили бы вы в Америке, вас бы не пустили на дискотеку. Ты что, видишь? Все, здраво. А вы же в Америке? Да. Да. В городе Лас-Федас. А я как бы переезжала? А я как бы переезжала? Я на самолете сюда переезжал. Нет, я поняла. Вы сдавали? В Америке мой тест и сдавала экзамены. И тесты сдавал. Но коронавирус тоже. Да, шучу. Тогда еще не было коронавируса, когда я переезжал. Ну да. А когда переезжал? Когда уже получаешь особенно гражданство, тем более надо сдавать экзамены, тесты. Что же делать? А какие именно? Ну, связанные в основном с историей и, как говорится, со всякими знаками различия Америки. Ну, об этом зачем вам еще думать? Надо изначально попасть сюда. Вам было сложно учить? Ничего не понимаю. Что она говорит? У вас было сложно вам учить? Нет, а что там сложного, господи? Берунда. Да, не сложно. Сколько вы лет учили? Сколько я лет учил что? Тесты? Да, это все. Две недели готов. Две недели? Вы очень умный? Я не дурак, да. Господи, лапки, переезжаем в мяресло. Нужно знать английский, Ир. Ну, выучите, господи. Вот какие ваши годы. Английский это не... Я старуюсь. А я хорошо знаю английский. Поверьте мне, английский это не самая большая проблема. Да? Лапки, тьфу. Конечно. Так что, вот. А вы... А вы помните что-нибудь из школы? Вот знаете, кто такой Геббельс? Кто? Кто? Еще раз. Геббельс знаете, кто такой? Мы, если его не проходили. Еще не проходили, понятно. А у вас там все кричат, там, вот эти все... Слава Украине, там, героям слава. Вот герои, какие у вас сейчас герои в Украине? У нас никто не кричит такой уже. Ну, это вообще миф. Это кричат только на... Я не знаю, я не помню, что кто-то кричал в последнее время. Ну, точно. Это очень... Это кричат какие-то пьяные мужики. То есть, по-трезвому не кричат? Ну, слава богу, девчонки, число успокоили. Кто такой не кричит? Просто так, тебя полится, и захотелось покричать. Нет, никто так не делает. А вы знаете, в каком городе находится Брестская крепость? Нет. Да. Что-то, мы такие допыты. Нет, просто интересно. Мне интересно, вот как бы, знаешь, ну, как бы... Сейчас просто, ну, скоро 9 мая, я вот поэтому и спрашиваю. А, 9 мая что-то кричат, да, в этом... Мы планируем из-за того, что... Вы будете праздновать 9 мая? Нет. Почему? Потому что вы не русские. Ну и что? Так, а предки же ваши воевали вот совсем недавно. Представляете, еще 100 лет не прошло. Надо же это помнить. Ну, вот Ира, а она своих предков не помнит. Да, да, да. Вот так вот. Поэтому вы и не знаете, кто такой Мересева. А Кожедуб знаете, кто такой? Нет, ну скажите. Ну как, это же герой. Вот именно герой Украины. А, ну, Украины, мам, ну, это не... Богдан. Да, в Северном 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 Северном. Ой, блокады Зеленграда. Интересно, где? Давай логику. А кто такой Брежнев, знаете? Да, у него еще такие брови прям красивые. Помните, да? Слава Богу. А Держинский? Тоже он что-то перед Брежневым поздоровит, нет? Перед Брежневым был. Отлично. То есть, в принципе, до Брежнева правил Держинский. Я правильно вас понял? Наверное. Понятно. А Брежнев? В смысле? Трешечки Брежнева. Я знаю, кто такой Брежнев. Нет, кто такой Держинский? А кто до Держинского был? Не-не-не, мы Дон. Дон. А про Ленина хотя бы что-нибудь в школе вам говорили? А вы в курсе, что Ленин создал-то, в общем-то, Украину? Что? В курсе, что Ленин создал Украину, ему пришлось подписать, так скажем, документы, чтобы, как говорится, немцы дальше не шли. Ему пришлось подписать и, в общем-то, создать Украину. На самом деле, посмотрите, Ленин создал Украину, а теперь националисты в Украине валят его памятники. Какая-то глупость получается. Да, это очень странно. Потому что... Потому что они особо не разбираются, им лишь бы, знаешь, декоммунизацию сделать. Вали налево-направо всех. Это то же самое, как у вас есть, ну... В Киеве, по-моему, стоит памятник человеку, который подписал от Украины, от Украины, когда он подписывал, как говорится, участие в этом самом... Как его... В ООН, когда создавали... Вот его тоже снесли. Блин, не помню фамилию, честно говоря. Ну, вот здесь мне кто-то бы сказал, я... Мелетский? Не-не-не. Не-не-не. Как будто... На М. Честно говоря, вот сам даже забыл. Медведик? А вот у вас, смотрите, другой интересный вопрос. Вот смотрите, у вас запретили одевать георигевские ленточки, типа это законом запрещено, а при этом одевают какие-то красные маки. А это символ чего? Красные маки, это символ что-то украинского. А что-то украинского? Какая георигевская лента? Георигевская лента? Ну, ленточка такая, знаете, георигевская. Ой, у меня обычно она есть под рукой, но вот сейчас нет. Это такой вот символ победы. На самом деле георигевская ленточка, это такой давний, давний символ. Ну, если честно, она, в общем-то... У меня таких много было. Было, да? А что, повыкидывала? Нет, это не я. А почему их нельзя носить? Ну, теперь у вас нельзя их носить. Хотя на самом деле, видишь, она такая черная и оранжевая. Черная – это символ пороха, а оранжевая – символ огня. Грубо выражаясь в свое время, это символизировало участников каких-то битв. Военных. А так как вот у вас, так как на Донбассе там ребята на себя их нацепили, во время, так скажем, всей этой перепалки, вот, теперь бы по всей Украине запретили это законом. Вы даже не знали, да? Ну, вот. Это, представляете, то же самое, что если бы они нацепили на себя крестики, то теперь бы кресты запрещали бы им в Украине или еще что-нибудь. Ну, бред такой. Ну, то есть у нас может ставить полиция и законом штрафователи посадить? Ну, на данный момент, да. Это уголовная какая-то ответственность у вас. У нас, мне кажется, может в России, а у нас вроде такого нет. Нет, поверьте мне, вот в России-то как раз все выходят с георгиевскими ленточками. И в Беларуси, даже в Беларуси можно выходить с георгиевскими ленточками. Правда, они... Вы там чем щелкаете? Алло? Ничего? Да, да. Вы просто щелкаете что-то такое, прямо щелчки такие идут. Так вот, я говорю, в Беларуси, правда, придумали еще свою беларусскую ленточку, но это хотя бы национальная их ленточка, еще можно понять. А вот марки ваши красные, которые люди цепляют, это вообще, честно говоря, символ французской революции. Мне просто интересно, при чем тут французская революция? И Украина. Просто их очень много, у нас есть пляж с мамками все время, и украинский сейчас, вроде что-то было в этом роде, что украинский, это просто как народный знак, не революция, а просто народный. Там это как, ну не знаю, вы с России? Я, я из Лас-Вегаса, Соединенные Штаты Америки. Ну, я имею в виду родился. Родился, да. В России? Конечно. А в каком году вы переехали? Ой, в 90-х, девочки, очень давно. А, то есть, ну мне кажется, сейчас стали сложнее экзамены. Сейчас что? Сложнее стали экзамены на переезд. А, сейчас сложнее взять экзамены на переезд. Ну, на гражданство. Наверное, да. Одно знаю точно, гораздо дороже. Ровно, наверное, в 10 раз. А сколько оно стоит делать? Ира! Ну, мне интересно! Ну, я знаю, что подача документов, если я когда-то платил там 70-80 долларов, то теперь это что-то около тысячи. Просто подача документов, да. Вот так вот. Ладно, девчонки. Поосторожнее с героями. Не позволяйте себе дурить. Хорошо? Счастливо вам! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok